Друзья, всем большой привет! С вами Русский Огород, меня зовут Константин, и в этом выпуске поговорим с вами, что же нам уже пора сеять. Да, друзья мои, не успели мы закончить с вами огород. Многие из вас еще даже не все выполнили те или иные задачи по подготовке растений к зиме, подготовке сада, огорода к зиме. Ну а мы уже с вами говорим о том, что же нужно сеять на рассаду. И, естественно, первый-первый самый наш представитель раннего посева – это октябрь, ноябрь, в некоторых случаях допустим, и декабрь – посев семян эустомы, дорогие друзья. Итак, приступим! Сегодня мы хотим вам показать и рассказать способ посева семян эустомы максимальной простоты. То есть, с этим способом у вас точно все получится. Вы действительно получите сеянцы эустомы. Растения сложные, растения капризные, растения медленно растущие. И от того, как вы начнете за этим растением ухаживать, начиная с посева семян, и зависит, получите ли вы рассаду или нет, получите ли вы цветение или нет. Культивация этой культуры занимает от момента посева семян до получения цветения от 6 до 9 месяцев. Почему такой разброс большой? Да потому что медленно растет. Раз, можно в процессе выращивания допустить ряд ошибок. Два, что также затормозит этот процесс. Поэтому, друзья мои, с чего мы с вами начинаем? А начинаем мы с того, на что будем сеять. Значит, посеять можно семена эустомы. Как? Можно взять простой контейнер, сделать в нем дренажные отверстия в дне, заполнить каким-то грунтом, субстратом. Чаще всего сеется на торф. То есть, берется обычно нейтрализованный торф, закладывается в контейнер. Высота этого субстрата должна быть 3-4-5 см, в зависимости от площади выбранного объема. И потом на этот обычный верховой нейтрализованный торф раскладываются семена. Ну и, естественно, оприскиваются все. То есть, семена эустомы сеются поверхностным способом. Второй способ подразумевает посев семян эустомы на торфяные таблетки. Вот так таблетки выглядят в том состоянии, в котором они продаются. Дальше с ними нужно, естественно, поработать, чтобы они приобрели вид того, на что сеется непосредственно. То есть, сейчас просто сухая такая таблеточка. Это таблетка GIFI, качественные таблетки, хорошие таблетки. Заказать их можно на сайте nc7.ru по очень выгодным ценам. Второй способ, который также доступен и также имеет упрощенность в посеве, это приобретение готовых вот таких тепличек. То есть, здесь у нас что? Здесь у нас контейнер. В контейнере кокосовые таблетки. То есть, можно сеять и на кокос, пожалуйста. Плюс парничок в виде нотка, крышечка такая. То есть, вот так вот берем и делаем такую организацию. Дальше, дорогие друзья, если вы планируете пользоваться готовыми вот такими уже решениями, то кипятком здесь заливать нельзя. Температура для набухания этих таблеток должна быть до 50 градусов. Ну и, соответственно, если вы зальете кипятком, у вас просто сплавится такой контейнер. Он не термостойкий. Также дополнительным материалом, которым мы будем пользоваться, будет вермикулит. Вот в таких небольших пачках у нас на сайте продается. Он нам нужен, чтобы сохранять влажность и избежать перелива. Ну, сейчас более детально и подробно вы все уже увидите дальше. То есть, наглядно, предметно и обоснованно. И параллельно с этим, друзья мои, чтобы избежать корневых и прикорневых гнилей, будем просыпать триходермой. Да, это вам лайфхак от русского огорода. Чтобы не было проблем. Потому что могут быть фузерезные увядания от некачественных процессов. То есть, от переуглажнения. Ну и сами семена, друзья мои. Сами семена эустомы, которые мы будем сеять. Мы будем сеять два вида. Это срезочную и это компактную. Срезочная эустома – это то, что мы с вами выращиваем на букет, на срезку. То, что нужно будет формировать, если вы хотите формировать для более пышности развития растения. То есть, прищипка. Компактная эустома – это типичный горшечный вариант выращивания. Небольшие растения, небольшие объемы. То есть, то, чем можно украсить. Патио, лоджии, какие-то там декорации. На подоконнике она прекрасно растет, выращивается. Вот два формата. У русского огорода есть, соответственно, семена, как в красочном варианте, то есть, да, с картинкой. А есть в таком варианте, где нет картинки. Это, значит, эксклюзивные семена. Итак, начинаем подготавливать процесс к посеву. Сначала выкладываем таблеточки в контейнер. Причем, друзья мои, особенность таблеток GF сразу в том заключается, что у них есть явно выраженная такая вот дырочка углубления и дно. И вот этой дырочкой углубления мы кладем с вами вверх. То есть, вот так класть нельзя, нужно класть вот так. Раскладываем таблеточки. И сейчас будет происходить волшебство. Чудо чудесное преобразование. Сразу параллельно здесь я разложу и таблетки кокосовые, чтобы показать вам разницу по таблеткам, чтобы вы понимали, с чем работать. Здесь то же самое. Есть глубокая дырочка углубления. Есть как вот такая вот маленькая пупка. Кладем большой, крупной дырочкой вверх. Вот таким вот образом разложили мы таблеточки. Все. Мы будем сеять сегодня много, разные рассады, поэтому заготавливаем таблетки заранее. Это у нас будет еще и зимний огород, но выпуск о нем будет дополнительный. То есть, что можно посеять в зимнем огороде. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Что мы делаем дальше? Таблетки разложили. Контейнер у нас хороший, плотный. От кипятка не деформируется. Заливаем горячей водой. У нас скипел чайник, и мы начинаем просто лить. Можно немножко даже сразу и на таблетки. Чуть-чуть маленько, чтобы они тоже интенсивно стали набухать. То есть, вот такие действия мы с вами производим по подготовке таблеток к посеву. И после того, как мы с вами залили наши таблетки горячей водой, у нас температура примерно 80 градусов. То есть, мы скипятили чайник, дали немножко снизиться температуре. Залили наши таблетки, и они активно начинают набухать. В этом процессе набухания таблеток желательно сразу, дополнительно сделать, закрыть пленкой или какой-нибудь крышкой. То есть, чтобы еще поддержать здесь повышенную влажность в этом контейнере для дополнительной и лучшей набухаемости их. И в нашем случае у нас это будет обычный канцелярский файл. Вот, пожалуйста, друзья, можно выходить из ситуации при помощи подручных средств. Можно использовать пищевую пленку, стрейч-пленку, кусок какого-нибудь пластика, без разницы, чем вы накройте сверху. Главное, вот так накрыть и оставить в сторону минут на 20 для лучшей набухаемости. Ну и, конечно же, для остывания, потому что с кипятком работать еще то удовольствие. Друзья мои, вот наши таблетки готовы. Вот так выглядит кокосовая таблетка. Соответственно, она заполнена чисто одним кокосовым субстратом. У нее дно без оболочки синтетической, бок идет с синтетической оболочкой. Мы с вами, когда берем такую таблетку, кокос, он менее в себя вбирает воды, в отличие от торфа. То есть торф у нас, смотрите, какой влажный, да, нажимаешь на него, он такой рыхлый получается. А кокос, он не такой. То есть мы в этом случае, когда работаем с вами с кокосовыми таблетками, да, мы с вами их отжимать, их не обязательно отжимать. Ну, конечно, можно так вот за дно подержать и немножко лишнюю влагу снять. Это будет только в плюс вам, потому что сильно увлажненная основа будет приводить к позеленению верхнего слоя таблетки или грунта. То есть без разницы, чем вы пользуетесь, если вас затянет все это простейшими водорослями верхушку, будет очень плохо. Поэтому вот так кокосовая таблетка выглядит. Мы теперь берем и разложим кокосовые таблетки туда, откуда мы их взяли. То есть в парничок тепличку. Чуть-чуть я отжимаю, потому что все-таки, видите, влажноватые, напитались хорошо водичкой. Дожидаемся, пока остынут до комфортной вашим рукам температуры. То есть вот я беру и отжимаю. Все, красота. И кладем, кладем. Только здесь надо сжать не просто вот так вот кулаком, да, а именно со дна прижимайте, чтобы у вас кокос не высыпался, а то он может высыпаться. И ставим уже в парничок тепличку. Сразу же можно делать уплотнение основы. То есть немножко вот так вот пальчиком все здесь разровнять, поджать и сделать красиво. И вот все таблетки кокосовые переместили непосредственно в парничок тепличку. Дальше мы их для сохранения температуры, потому что чем теплее будет в парничке, тем лучше для прорастания семян, закрываем контейнером. И все. На этом подготовка одной основы у нас закончилась. С трофяными таблетками мы с вами работаем по той же самой аналогии. Ну, во-первых, мы сливаем всю воду из контейнера, лишнюю, которая была. Дальше берем наши таблетки и немножко их тоже отжимаем, друзья мои. Смотрите, сколько влаги в одной такой таблетке. Вы только обратите внимание. Они очень влагоемкие, еще раз повторюсь, трофяные таблетки. И вот на такую сырую таблетку сеять ни в коем случае нельзя, потому что пока эта влага испарится, пока все это у вас уйдет из таблетки, все у вас позеленеет, все у вас испортится. Вот оптимальная влажность по таблетке, по трофяной, должна быть вот такая. То есть вы берете, все. Она влажная, но в то же время не сырая. И вот сейчас вот я возьму все эти таблетки, приведу в порядок и покажу вам, сколько лишней влаги будет в этом контейнере. И вот, друзья мои, все трофяные таблетки мы отжали. Смотрите, какие они красивые, сразу становятся. А это, обратите внимание, ну тут миллилитров, наверное, 150 из лишней влаги. И вот представьте себе, какое болото можно развести, если неправильно подготовить основу для посева. Что мы делаем дальше? Ну, начнем с того, что оптимально в контейнере сделать дренажные отверстия. На всякий случай, мало ли перельете, мало ли перестараетесь. Я делать дренажные отверстия в контейнере не буду, потому что контролировать влажность мы уже умеем. То есть мы с опытом. Если у вас такого опыта еще мало, вы начинающийся, да вот это вот и огородник, вам необходимо, по моей настоятельной рекомендации, сделать в контейнере дренажные отверстия. Это можно сделать паяльником, это можно сделать каким-то раскаленным предметом, отверткой на газу, например. Это еще можно просверлить чем-то. Но дырочки вам нужны будут обязательно. Я без дырочек. Что делаю дальше? Кладу торфяные таблетки, ранее отжатые, вот таким вот образом, красиво, через расстояние, чтобы можно было потом все эти таблеточки аккуратненько присыпать вермикулитом, который мы вам только что, буквально в самом начале сюжета показывали. Вот так вот раскладываем. Все. Если у вас немножко спекся чулочек, вот этот синтетический, ну бывает такое, что вы берете сразу крутым кипятком, когда льете, он сразу же весь сворачивается, портится, то есть плавится от кипятка. В этом случае берете ножницы и вот этот синтетический чулочек обрезаете, чтобы у вас была хорошая, вот такая прям вот уплотненная основа. У нас, соответственно, температура была приятная, и синтетическая оболочка у нас не сплавилась. Поэтому мы сейчас просто берем, немножко уплотняем грунт, куда мы будем помещать нашу драже с семечкой эустомы. Сейчас все покажем. Но перед этим процессом, друзья мои, мне надо еще будет одну сейчас уместить, и она здесь у меня будет вот так маленько лежать, чуть-чуть поплотнее. Четыре я вот так размещу, и вот тут у меня немножечко пореже. Но перед тем, как размещать непосредственно семена эустомы, почему я сделала специально такие большие расстояния? Да для того, чтобы можно было все это аккуратненько просыпать легкими движениями вермикулитом. Друзья мои, вот берем, вот так вот сыпем на таблетку, саму, вовнутрь. Вермикулитом не сыпем, а делаем просто красивые бортики. Вот так засыпаем все междурядья. Видите, как хорошо сыпется, когда маленький пакетик. Можно использовать какие-нибудь там подручные средства, совочки, лопатки для этого, чтобы все это было красиво. Красота спасет мир. Знаете такое выражение? Вот так посыпали, здесь посыпали, все-все-все. У нас упаковочки маленькие, небольшие, по пол-литра, очень удобно работать. Друзья мои, на сайте НЦСемена все это есть в наличии. Вот так высыпали одну упаковочку и сейчас вторую упаковочку. После этого немножко постучали, чтобы весь вермикулит равномерно распределился. Если случайно просыпался вермикулит, но бывает такое, он все-таки очень сухой, очень летучий, и все это можно вот таким движением просто смахнуть. Почему это нужно убрать, друзья мои? Это можно, в принципе, и оставить. Но фракционность этих частичек, она очень крупная. И если вы попадете драже именно на эту основу, то есть на вермикулит, то семечко может просто пойти у вас хуже врастать в основу, то есть именно в сам торф. Должно быть все так вот уплотненненько, хорошие, крупные фракции вам мешать не должны. Все, сделали. Красоту навели. И еще раз все поправили, если это нужно, честно, чтобы постучали. Ну а дальше, дорогие друзья, мы с вами приступаем непосредственно к посеву. То есть у нас все готово для того, чтобы можно было посеять. Но прежде чем именно посеять, друзья мои, я вам хочу настоятельно рекомендовать взять триходерму в порошке, она разная бывает у нас в таких зеленых пачках, и еще немножко ей этой триходермой просыпать по вермикулиту. Вот видите, как я сыплю? Чуть-чуть, маленько. То есть прям присаливаете. Вот этот триходерму похож чем-то на сахар. Вот так вот чуть-чуть, маленько присаливаете по всей всей этой истории. Вот так. И будет нам счастье. Если не уверены в качестве таблеток, можете и на таблетки немножко посыпать. Вот таким прям чуть-чуть, маленько совсем. На всякий случай. Просто качество таблеток бывает разное. Например, G-Fit таблетки хорошие, они всегда хорошо проявляют себя. Ну, а бывает, что купишь и не пойми, чего ты покупаешь. Сделали. Берем теперь семена. Мы сейчас будем сеять сначала эустому срезочную, Magic Rose Rim. Внутри содержится колбочка. В колбочке 5 драже. Драже выглядит вот таким вот образом, то есть такие небольшие желтенькие горошинки. Берем также зубочистку, либо палочку для суши. Кончик можно смочить водой, не слюнявим. И кладем наше драже в центр торфяной таблетки. Распределив одну эустому, я приступаю к распределению другой эустомы. Другая эустома у нас получается компактная. То есть называется это эустома. Горшечная флорида блю. Также она в колбочке, но в этой колбочке 10 семян. Я посею только 5. Посев аналогичным образом. Также зубочистка, также драже, также в центр торфяной таблетки. Распределив семена эустомы на основу, то есть на торфяную таблетку, дальше нужно взять воду и опрыскиватель, и немножко увлажнить верхушку. Плюс сам вермикулит. Немножко сверху, без разведения болота. Вот так. Ну и вермикулит тоже немножко увлажнить. Все, увлажнили. Сразу в процессе увлажнения можно обратить внимание, что вот это самое драже, которое мы с вами разместили, оно намокает и моментально растворяется. То есть вот семечки и само драже уже не видно. Если у вас при опрыскивании драже не размокает сразу, то в этом случае берете ту же самую механику, пленку, там пластик, еще что-то, закрываете на несколько часов, особенно когда у вас таблетки еще теплые, испаряется влага, под естественным испарением драже лучше намокает. Когда она намокнет, поменяет свой цвет с ярко-желтого на коричневато-желтый, такой горчичного цвета, в этом случае также снимаете, и слегка-маленько, вот видите, как я прям легкими движениями делаю. Вот в этом случае механический опрыскиватель лучше всего подходит, чем аккумуляторный, потому что он там, им вот так аккуратно брызгать невозможно. Все побрызгали, все, все дрожжи полностью растаяли. И опять закрываем пленкой, и убираем в темное место на два дня. Сразу на свет ставить контейнер не надо, потому что семена сначала набухают, потом начинают прорастать. Но на момент набухания, напитывания влагой этой маленькой семечки свет не нужен. С первым контейнером мы закончили. А что со вторым контейнером, дорогие друзья? А второй контейнер мы будем использовать для посева зимнего огорода. И в следующем сюжете мы поговорим с вами о посеве семян томатов на рассаду на зимний огород и в общем и целом об этом направлении. То есть, что такое зимний огород, как к нему подойти и прочее, прочее, прочее. Так что не пропустите следующий выпуск. И вот, дорогие друзья, посеять семена не так уж и сложно. Дальше вся сложность заключается в правильном уходе. Какие частые ошибки? Давайте с вами разберем, что не получается вырастить прекрасные растения, как и у стома. А ошибки связаны как раз-таки с переувлажнением, с грибным комариком и, пожалуй, с неблагоприятной температурой выращивания. Значит, прорастание семян производится при температуре 22-25 градусов. Это вот самая лучшая температура, которая действительно дает классную энергию роста. Через два дня после того, как вы посеяли эустом и продержали в темном месте, можно поставить под фитолампу. Семена обычно прорастают на 7-10 день. Бывает, что и 21 день может прорастать семена эустома. От чего это зависит? Это зависит, естественно, от времени, даты сбора урожая. Чем свежее, тем быстрее. Следующий момент – это уход. Что под уходом подразумевается? Во-первых, чрезмерные увлажнения мы с вами не делаем. Регулярное проветривание при этом мы с вами делаем. То есть, если на вашем пакетике, на вашей пленочке, на вашем каком-то укрытии, пластике, образуются большие крупные капли, это говорит о том, что грунт, субстрат, вермикулит, кокос, торф, без разницы, что сильно перевлажнены, идет повышенная интенсивность испарения влаги. В этом случае надо регулярно утром и вечером проветривать, чтобы этих кабель не было. Будет такое каплеобразование, будет проходить процесс спрения внутри контейнера, а должен быть процесс прорастания. Если на поверхности вашего парничка образуется легкий вот такой вот туман, как сейчас у меня, то это нормально. И в этом случае проветривать можно не так часто, то есть раз в сутки. Можно обойтись без проветривания, если у вас вот такой вот именно легкий туман и есть отверстие в пленке, то есть небольшие дырочки. В этом случае можно просто запечатать и, соответственно, стоит до того момента, пока не простоит. Как часто нужно увлажнять? Увлажнять нужно тогда, когда вы не видите явного признака испарения влаги. То есть эустомы прорастают поверхностным способом. Эустомы прорастают именно из-за влажности окружающей среды. Не из-за грунта, там основы еще чего-то, а именно вот когда у нас с вами влажно. Семечка поверхностная, она впитывает эту воду, эту влагу, это испарение. Начинает пробивать свой корешочек сначала. Он врастает в субстрат, а он влажный. И потом появляется листочек. Маленький такой. То есть это прям точечка, точечка, маленькая зеленая точечка у вас появляется. Далее. Как вообще поливать эустомы? Можно поливать методом орошения, оприскиванием. Как я вам сейчас показал, но только чтобы это прям был туман, туман. Крупных капель быть не должно. Иначе в этой крупной капле просто прибьете ваш маленький сенец. В прямом смысле попала крупная капля, она моментально прям срубает эустому, и она у вас уже не стоит, а лежит. Следующий момент. Можно поливать из пипетки, из шприца. Рядом с растением не нужно капать на саму эустому. Где-нибудь сбоку прям пару капелек и все. Увлажняете прям буквально 1-2 миллиметра вашего субстрата. У вас еще корней как таковых нет. Почему хорошо использовать такую вермикулитную просыпку? Можно перлитную обсыпку делать. Можно даже кокосовую обсыпку делать. Да дело все в том, что как раз вот эта обсыпка вам поможет поливать разумно. Вы можете поливать именно, вот если вы пользуетесь маленькой какой-то леечкой, вы можете поливать аккуратными движениями только вермикулит. При этом сама таблетка будет впитывать влагу из этого вермикулита. И будет прекрасное состояние. Основная ваша задача при выращивании эустомы не допустить образования простейших водорослей, то есть вот этого позеленения на поверхности. Оно может затянуть эту семечку, то есть простейшие водоросли, сине-зеленые водоросли. Они затягивают эту семечку, полностью обволакивают ее, и она не может пробиться, не может прорасти. То есть вот такой вот паразит – это простейшие водоросли, сине-зеленые водоросли. Дальше. Грибной комарик. Если у вас появится, то есть опять бывает такая проблема, особенно когда вы сеете на торфяную просто основу. Берете, покупаете верховой нейтральный торф. Там может быть личинки грибного комарика. Они пробуждаются, начинают активизироваться, то есть яйца грибного комарика, из которых появляются личинки, вот эти вот червячки маленькие, беленькие. И только эустомочка дала маленький корешочек, сразу червяк к ней бежит, и этот корешок съедает. И опять нет сеянцев. Вы такие, ой, семечка не проросла. Ну, может быть, семечка-то и проросла, но при этом у вас полетели белые мухи в виде грибного комарика из вашего контейнера, когда вы пленочку снимаете. Опять-таки, этот насекомый тоже появляется при повышенной переувлажненности, при частой переувлажненности, то есть когда слишком сыро. Дальше, друзья мои, когда мы с вами выращиваем, да, то есть вот у нас появились первые сеньцы, как светить? Вот частый вопрос у вас, сколько светит, там досветка, недосветка и так далее. Ну, во-первых, у нас бюджетные лампы, недорогие, у нас здесь не какие-то профессиональные стоят, обычные дешевенькие лампы, юни-лет, по-моему, называется, на сайте русского огорода, эти лампы есть. Мы будем выращивать под этими лампами. Размещение ламп у нас 45 сантиметров, то есть высота полки от основания до ламп 45 сантиметров. Будем проверять, смотреть, рассказывать вам, и эти эксперименты также будут присутствовать. А именно, как растет под бюджетными лампами такая культура, например, как и у стома, либо зимний огород. И еще один момент, друзья мои, по времени, это свечение 17 часов, без какой-либо комбинации. То есть у нас только стеллаж, темная зона, рядом стена, окна нет, и вот контейнер. И будет произрастать. Ну а о дальнейших действиях, друзья мои, пикировка не пикировка, рассадка не рассадка, удобрение неудобрение, болезни вредителей и прочее, мы вам расскажем в следующих выпусках. Как только у нас появится наша эустома, как только мы с ней уже приступим работать, рассаживать, пересаживать, мы вам все этапы этой культуры осветим и поделимся. Так что, если вы еще не подписаны на канал Русского Огорода, подписывайтесь, оставайтесь с нами, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выпуски следующих видео. Ну а на этом наш сюжет подошел к концу. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. Я с вами прощаюсь, до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok